Двери кризисного центра для мужчин всегда открыты. Кстати, такой центр единственный в России. Не потому, что на Алтае мужчин с проблемами больше, просто так сложилось. А приходит сильный пол сюда в сложные периоды жизни. Это юридические вопросы относительно семейного права. Мужчины обращаются к нашему юристу. Трудности на работе, сложности проживания каких-то эмоций, внутренних своих состояний. И это тоже волнует наших мужчин. Не исключение отцы, которые в одиночку воспитывают детей. Сергей один из таких. Уже 10 лет они с сыном живут вдвоем. Мама после развода захотела больше свободы. Было нелегко. Ради того, чтобы больше внимания уделять ребенку, пришлось даже уйти с престижной работы и переехать в Сибирь. Но проблемы начались позже. Вы знаете, когда отец сам воспитывает, да, наверное, каждый родитель воспитывает своего ребенка. Ты на определенное время забываешь про себя. Я полностью посвящался ребенку, поэтому личной жизни никакой не было. Как раз, когда начал устраивать личную жизнь, ребенок посчитал, что его бросил. И, ну, посчитал это предательством. И как-то у нас с ним разлад пошел. В центре помогли. Часто хватает даже одной совместной консультации. Но по необходимости специалисты назначают несколько. Кстати, отцов, которые одни воспитывают детей, по статистике год от года становится больше. Сейчас в Барнауле порядка 500 таких пап. В кризисном центре говорят, все дело в том, что времена меняются. Происходит сближение роли отца и роли матери. Да, если раньше четко были в традиционном обществе эти роли распределены, вот это делает только отец, вот это делает только мать, то сейчас нет. То есть, в принципе, отец может делать все то же, что и мама, кроме там, кормить грудью ребенка. Одиноким папам чаще требуется психологическая помощь. Если нужна материальная, в центре перенаправят к другим специалистам. Помочь готовы каждому мужчине. Главное, чтобы обращались. А наш герой Сергей наладил контакт с сыном. Говорит, никогда не жалел, что ребенок после развода остался с ним, несмотря на сложности. Самое приятное, вообще, что вообще лечит, я считаю, всегда. И все переживания, да, когда ты приходишь с работы, уставшая, тут тебе па-па. Эта радостная улыбка тебя обнимает. Самое прекрасное. Хочется девочку. Ну, уже в полной семье, да? Или вы сможете вот второго сейчас один? Хотелось бы полной семье, честно. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.